Новогодние праздники большинство россиян отдыхают, но только не мошенники. Для них это самое удачное время для наживы. Как не попасться на уловки злоумышленников, мы расскажем в следующем репортаже. В нынешнем году более половины жителей России, это касается и Кубани, получали звонки от телефонных мошенников. Мы уже не раз рассказывали об актуальности интернет-мошенничества, которое, к сожалению, стало массовым явлением. Современные технологии открывают широкие возможности для нечестных людей. Такие действия не могут остаться незамеченными. О мошеннических схемах говорят в средствах массовой информации, предупреждает полиция. Поэтому преступники придумывают для своих возможных жертв новые сценарии. По иронии судьбы, многие из идей базируются как раз на том, что люди знают о распространенности проблемы и боятся за свои деньги. Введение в заблуждение лица или использование доверительных отношений с ним в ходе телефонного разговора. Таким образом, преступники, звоня гражданам, представляются сотрудниками банка, сотрудниками полиции, либо другими специальными службами. И в ходе телефонного разговора пытаются от гражданина получить информацию, что касается его счетов, его банковской карты. Один из популярных сейчас способов обмана – это звонок от сотрудника банка с предупреждением, что кто-то пытается оформить на вас кредит. Человеку предлагают якобы для его защиты сообщить данные карты и перевести свои деньги на некий безопасный счет. Итог всех действий один – потеря личных сбережений. Надежный способ не быть обманутым – это выслушать звонящего, а потом прекратить разговор и перезвонить на официальный номер банка. Из проведенного анализа 80% населения, которые попались на уловки преступников, и в отношении которых было совершено преступление, за это все прекрасно понимали. То есть знали, что да, есть мошенники. Они осведомлены были неоднократно, по телевизору видели. Но все же надеялись, что с ними этого не произойдет. Излишняя самонадеянность способна оказать плохую услугу. Также очень опасна доверчивость по отношению к совершенно незнакомому человеку. Есть немало примеров пагубности такого поведения. Жительница Славянского района, доверившаяся зловомышленнику, потеряла крупную денежную сумму. На протяжении трех месяцев преступник, который с Московской области вводил в заблуждение женщину посредством телефонного с ней общения, поинтересовался, приобретала ли она ранее лекарства в аптеках, и что ей, как пенсионерке, положены выплаты. Женщина, конечно же, сказала, что да, данное лекарство она приобретала, так как у нас все пожилые люди приобретают лекарства в аптеках. То есть преступник делал ставку на ее возраст. И в результате чего получил выгоду в миллион триста тысяч рублей. Сейчас данное дело направляется в суд, и будет принято решение суда. Схем обмана очень много. Преступники нередко используют внезапность, требуют быстрого решения, якобы в ваших же интересах. Но есть случаи, когда они вроде бы никуда не спешат, беседуют с вами о жизненных проблемах. Они могут представляться кем угодно, в том числе и сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники хорошо владеют психологическими приемами, и поэтому, чтобы избежать ущерба, нужно проявлять внимательность и здравомыслие. Чтобы предостеречь славянцев от интернет-мошенничества, сотрудники отдела МВД России по Славянскому району продолжают информировать граждан. Профилактика доказывает свою действенность. Главное, чтобы сами жители не забывали о бдительности. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа События.